У адрес депутата Палаты представников национального схода Беларуси Вольги Крэшу одним из мессенджеров поступила погроза. Невядомая потребуется сдать депутатский мандат. А кроме того, погрожают не только самой женщине, а и ее детям. Вольга Крэш звернулася в милицию. По специальности я врач-педиатр. И всю свою жизнь я посвятила служению людям, и прежде всего детям. Когда боролась за их жизнь, когда боролась за их здоровье. Ты не думаешь о том, что это выходной, что это конец рабочего дня или это праздничный день. Ты просто идешь и помогаешь. На сегодняшний день я не только врач, и не столько врач, я депутат. А депутат это тоже служение людям. Но только за тобой уже почти 70 тысяч. Взрослые, дети, инвалиды, абсолютно все. И всем нужно каким-то образом помочь. Поэтому у меня была инициатива создания парка в микрорайоне Хутор. Сейчас идет планировка того леса, который находится за новым детским садиком. И к концу сентября все население этого микрорайона увидит, как начнет очищаться лес и превращаться потихонечку в парк. А поскольку последние 18 лет я работала с недоношенными детьми, в моей программе еще есть один такой интересный пункт. Это создание кабинета Катамниса. То есть это наблюдение за недоношенными детьми после их выписки из стационара. К концу этого года планируется уже полностью работа этого кабинета. Она будет организована на базе областной детской консультативной поликлиники. Лозунги, заявления, обещания – это все у дел других. Для меня всегда были реальные дела и реальная помощь. Только нашими совместными усилиями мы можем сделать комфортную жизнь в нашей самой красивой, самой спокойной и самой лучшей стране. Я лечила ребенка одного из членов Координационного совета. Вчера я получила сообщение с угрозой жизни для меня и для моих детей от Координационного совета. К сожалению, на сегодняшний день такие угрозы не единичные и не только для депутатов, но и для многих людей нашей страны. Сегодня я обратилась в РУВД заявлением, но только с точки зрения законности, потому что таким действием должна быть обязательно дана правовая оценка. Бог создал человека для счастья и любви. Давайте остановимся, задумаемся и не будем нарушать самый главный закон нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok